Чтобы получить понятие, где происходит всё то, о чём здесь будет рассказано, нужно, не теряя времени, даром сесть возле Курского вокзала на автобус, отправляющийся во Владимир, а ещё лучше взять маршрутное легковое такси. Во Владимире вы пересядете на Кольчугинский автобус, а через час или полтора окажетесь в Черкушине, то есть в четырёх километрах от села Олепино. До Олепино доехать нетрудно, но ведь человеку иногда приходится путешествовать, преодолевая не только пространство. Вот какие ощущения подарила мне жизнь, однажды, когда раннее утро застало меня не в постели, не в избе или городском автобусе, а под стогом сена на берегу реки Колокша. Всё было как бы обыкновенным в то утро. И ловля окуней, на стаю которых я напал, и предрассветная зябкость, поднимающаяся от реки, и все неповторимые запахи, которые возникают утром там, где есть вода, осока, крапива, мята, луговые цветы и горькая ива, и всё же утро было необыкновенное. Алые облака, округлые, как бы туго надутые, плыли по небу с торжественностью и медленностью лебедей. Алые облака плыли по реке, окрашивая цветом своим не только воду, не только лёгкий порог над водой, но и широкие глянцевые листья кувшинок. Белые свежие цветы водяных лилий были, как розы в свете горящего утра. Красные капли росы падали с наклонившейся ивы в воду, распространяя красные с чёрной тенью круги. Старик рыболов прошёл по лугам, и в руке у него красным огнём полыхала крупная пойманная рыба. Стога сена, копны, дерево, растущее поодаль, перелесок, шалаш старика. Всё виделось особенно выпукло, ярко, как если бы произошло что-то с нашим зрением, а не игра великого солнца. Была причиной необыкновенности утра. Такими мне навсегда и запомнились те места по берегу Колокши, где прошла наша утренняя зоря. Когда, наевшись ухи и уснув снова, обласканный вошедшим в силу солнцем и выспавшись, мы проснулись часа три-четыре спустя, невозможно было узнать окрестности. Было впечатление, что несколько часов назад мы волшебным образом побывали в совершенно иной, чудесной стране, где и алые лилии, и красная рыбина на верёвке у старика, и трава переливается огнями, и всё там яснее, красивее, чётче, точь в точь, как бывает в чудесных странах, куда попадаешь единственной силой сказочного волшебства. Сколько я потом не ездил рыбачить из Москвы на Колокшу, не мог я попасть в ту дивную, алую страну. И понял, что каждое утро, каждая весна, каждая любовь, каждая радость неповторима в жизни для человека. Тогда-то мне и вспомнилось самое дивное из всех волшебных стран. Человек, позабывший, что было там, как было там, человек, позабывший даже про то, что это когда-то было, самый бедный человек на земле. Так как же всё-таки это было? – А ну, кто я? – Кто? – Нет, ты говори, кто я? – Ну, Вовка Слоухин. – Да нет же. Ух, я герцог орлеанский. А ты кто? – Божка я, грубо. А вот ты не знаешь. – Эх ты, при дуэлях надо называть ненастоящее своё имя. – А как же? – Ну, придумай какое-нибудь. – Ну, тогда я кто? – Синица. – Ух ты, мушкетёр Синицын. – А ну их, мушкетёров твоих. – Вовка, это ты пострел в промолю? Сметана тут всю пролил. – Мамка, айда бежать, айда. – Ай, только к тебе на гору без отдыха нипочём не бежать. – Мне? – Да. – А ну смотри. – Где же эта огромная гора от села к реке? Не в этом ли пригорке я должен узнать ту гору, на которую бывало, если забежишь без отдыха, побившись об заклад, то потом никак и не отдышишься? – Разве, приезжая в родное село Алепино, я вижу те же дома, те же деревья, ту же речку Воршу и тот же Самойловский лес? Не должен ли я этот жалкий, в сущности, песчаный обрыв над рекой, заросший где ольхой, где сосёнками, принять за ту кручу, за тот так называемый утёс, где прятались партизанские отряды, действовали пограничники с собаками, убивали друг друга морские пираты? А это неинтересная обыкновенная солома? Разве она не та самая, что пахла солнцем и полем, когда мы проделывали в ней норы и прятались там в душистой прохладной темноте? – Олька, выходи! А ну выходи, Борис! – Чего ж ты из соломы-то кричишь? Он тебя и не видит вовсе. – Вот и ладно, что не видит. А он как выйдет, а я как выскочу, уж я ему тогда дам. – А за что? – Надул. Кнут я ему сделал. Ох и кнут! Хлопает за рекой, слышно. За двадцать копеек рядились. Я сделал. А он мне вместо денег ватрушку. – А на что мне эта ватрушка? – У нас ватрушки белее Черновских. – А ну выходи, Борька! – А его, может, и дома-то нет. – А где же ему быть? Небось, с братаном своими на чердаке отсиживается. Мастерит чего-нибудь. Они все черновой техникой ушиблены. – Знаешь, я его два дня как в кузнице видел. Он тогда ещё мою пионерскую правду выпросил с теми чертежами. Ну, с пулемётными. – Не уж сделает. – А кто его знает, может, и сделает. Вертел-вертел чертёж, а потом как закричит – ага. – Ага! По белой армии! Огонь! – Ой! О! Волк! Хы! Чем это он сверху садит, а? – Горохом сухим. Из пулемёта. Сделал всё-таки. – Снимайся с саду! Слушай мой ультиматум! – Борис, ты его по чертежам собрал, да? – Техническую смекалку иметь надо. Это тебе не кнуты плести. – Ну-ну! – Божка, ну хочешь ещё одну ватрушку за кнут? И в расчёте. Ну, а то мамка денег не даёт. – Ладно, ну и с пулемёта пострелять дай. – Тащу! – Вижу впереди противника. – Приготовиться к бою! – Ура! – Ура! – Ура! Неужели я, играющий на бильярде и в шахматы, сочиняющий стихи и покупающий игрушки детишкам, сотрудничающий в газете и пишущий статьи в журналы, и есть главный житель той очаровательной страны, герой морских сражений, набегов на чужие огороды, спасающий разных там царевин и девочку Надю из пятого класса А, самый смелый, самый гордый, самый сильный человек на земле? – Что вы! – Я обыкновенный, средний, со множеством отрицательных черт и слабости человек. И по странной случайности до сих пор я ношу имя того мальчишки, который жил в этой золотистой стране. Я часто внутренним взором своим вижу этого мальчишку и товарищей его. Вижу их то ребятишками, то подростками, то взрослыми уже парнями. Вижу их в разных жизненных обстоятельствах. Вижу и даже мысленно говорю с ними. Ибо необходимо иногда человеку прикоснуться к своему прошлому. И вот вспоминается весна. Совсем раннее. Весенняя земля, прибитая, утрамбованная прошедшими на днях дождями, упруга. Она кажется мягкой, вроде бы мнется под ногами, но на ней не остается следа. Она кажется теплой, но все еще холодит, отвыкшие за зиму босые ноги. И вот наш дом. У крыльца мальчишка из золотистой страны Вова Солоухин. Я 25 лет тому назад. Ма, мама, я живо проскочу. Ну, ма. Ма. Вова. Чего? Куда это ты собрался? Ну, бугры в лапту играть. А невеселый такой от чего? Будешь тут невеселый. Не пускает босиком и все тут. Ма, ну я живо проскочу. Ну, ма. А тебе непременно босиком хочется. А то как же. Ну, ма. Ма. Ходить босиком. Как сейчас не отвечу, нравится или нет, ходить в башмаках. Это было естественно. Мы не замечали этого. Но вот в такой весенний день все ощущалось первозданно. Действительно, снег давно растаял, обсохло и обогрелась земля в селе, а возле нашего дома лежит тонкий ледок, остатки высочайного зимнего сугроба. В три прыжка перескочил бы этот ледок и вырвался на солнце, но вот не вилят. Мам, ну я живо проскочу. Сиди уж крепче, на чем сидишь. Всю зиму обутый ходил. Так разве можно голыми ногами на лед? Ты, Вовка, чудишь. Надо и из подволь, надо привыкнуть. А ты, Эвана, пусти, мам. Вовка, не сюда. Мам, ну так я побегу. Ну, побежишь. Эх, ведь знаю, заберешься куда подальше, а там все равно разуешься. Да еще забудешь где-нибудь сапожки, а их кто-нибудь подберет. Так уж разувайся тут. Ой, мамка, я сейчас. Да смотри, ноги будут зябнуть, сразу же приходи домой. Соседка, ой, что я скажу-то тебе? Что было, да мне теперь нипочем не уснуть. Иван Васильевич сарай свой, где сено в колхоз отдал? Ну, знаю, как все он. Ну, да, как все. А пришли сарай на новое место перетаскивать, стали крышку снимать. А Иван-то Васильевич ровно разум потерял. Топор выхватил, да на них не дам, моё кричит, да и всё тут. Батюшки мои родимые, сам же отдал в общественное пользование, заявление написал. Ну, вот-вот, ему так все и говорят. Сам ты сарай отдал, сам заявление написал. Чего ж ты теперь хочешь? А он что? Ничего. Топор положил и в дом ушёл. Ишь ты! А ты что это, Владимир, разумшись на самой мокроте стоишь? Беги на солнце, а не то обувайся. Сейчас, батюшки, печка-то у меня, небось, прогорела давно. Побегу я. Мамка, а мамка, а что это колхоз-то? Колхоз-то? Колхоз – это вот что. Соберёмся все дружно, всем селом. Выкопаем картошку сначала у Грубовых, потом выкопаем картошку у Черновых, потом все придут и дружно выкопают картошку у нас и так по всему селу. Уполномоченные-то из города верно говорят. Это всё ничего, так жить можно. Плохого тут нету. Я до сих пор отлично помню их, обоих уполномоченных, определившихся на постой в нашу избу. Помню, как возвращались они за полночь в избу с красными от табачного дыма, от тусклой керосиновой лампы или просто усталости глазами, пили чай и ложились спать, перекладывая из карманов под подушки чёрные глазастые наганы. Одного звали Иринин, второго – Лосев. На долю этих людей выпало совершить почти непосильное. Убедить мужиков, закоренелых, пусть и микроскопических собственников, что отдать лошадь, отдать сарай, отдать, наконец, землю выгодно будет для самих же мужиков. Был я тогда вовсе не смышлёныш, и вряд ли я мог понять, что два коммуниста Иринин и Лосев и совершили в нашем селе и прилегающих к нему деревнях тот революционный подъём, который мы называем коллективизацией. Далеко ли, ребята? За ягодами. В Самойловский лес? Ага, а то куда же? А не рано? Нет, в самый раз. Там на порубках возле ипней ягод этих сейчас, видимо, невидимо. А поглубже, если в лес податься. Кавалерия, за мной! Ура! Погодите! Некогда! Девчонки придут, всю ягоду поврывают. Они хитрущие. Большой Самойловский лес И схожен мною вдоль и поперёк. Лес этот, собственно, не так уж велик, если смотреть на него трезвым взглядом. Но поскольку поблизости нет большего и поскольку вокруг Алепина растут ещё более маленькие леса, то и зовётся он большим. Лес смешанный. Может быть, даже слишком смешанный. Потому что иной раз и неплохо, если попадались бы места чистой сосны или чистой берёзы или, например, чистая липа. Но нет. У подножья могучей сосны обязательно вырастет куст бересклета. Промежду редких елей распространится перепутавшись непролазный орех А там, где чистое голубое небо разлиновано и схлёстано розовым дождём высоких тонкоствольных берёз яркие от молодости своей, чистенькие, стройные, такие плотные, что и птица не залезет в середину шатра, живут на полянах ёлочки. Идёшь по тропинке и вдруг в густой зелёной гремучести ёлочек вспыхнут яркие розетки шиповника Растеряешься на мгновение? Как же так? Ведь если всё это мне зачем-то дано, что-то с этим нужно делать? Ну, нарисовать, по крайней мере. Нельзя же одному и видеть, и дышать здесь. И так и уйти, и люди не будут знать, какая бывает на земле красота. Попадается безлесный склон холма, окружённый тёмным квадратом елей. Не ощущаешь не то чтобы ветерка, но и никакого движения воздуха. Вот тут-то, вокруг каждого пня, растут ягоды. Так у нас называют землянику. А уж все другие ягоды зовутся по именам. Брусника так брусника, костяника так костяника. Ягоды на открытых полянах возле раскалённых пней некрупные, вроде бы ссохшиеся. Но очень сладкие. На молодой порубке, где не поймёшь, что выше сочная трава или осиновая поросль, в тенистой сырой прохладе возревают ягоды величиной по напёрстку. Полные земляничной влаги своей, мягкие, нежные, с беленькими пятнышками, там, где держались за материнскую ветку. Горсть за горстью кладёшь в крыльнку. Горстка. ещё горстка. Ещё. Много набрал, Вова? Не, раньше куда с порей шло. Вот по сих пор в крыльнке-то ягода. Вот как дошло до самого широкого места в крыльнке, так и замерло. Кидаешь-кидаешь, а киданого нет. Во-во. Главное, пузырь широкой крыльнышной накидать и дойдёт до горлышка, тогда всё уже узкое и с ним справиться легче. Ау! Вот! Ау! Ау, ау! Ну как? Пол крыльнки. И у меня столько же. Посиди. О, а ягоды? А ну их! Не мужское это дело ягоды собирать. Да девчонки обгоняют. Погнали уж. Вон видишь, вот этот вон крыльнк с краешками. А у этой вон и вовсе стогом. Машина бы придумать, ягоды собирать. А можно? Нужно маленькую тележку. О-ка! О-го-го! Ау! Ау, ау! Идём, идём! А потом принесёшь землянику в избу, И запахом её все углы наполняются. Тут надо класть землянику в чашку, Заливать молоком и есть с мягким хлебом. Ночью ляжешь спать и только задремлешь. А веточка земляники с пятью крупными ягодами Ясно встанет в глаза, проглянет, Качнётся в зеленоватой траве. И долго ещё в глазах ягоды, Ягоды, Ягоды. Всё, ягоды, Ягоды, Ягоды. Каждый раз, Когда я смотрю на городских мальчишек, Толкающихся возле кинотеатра Или разводящих рыбок в аквариуме, Или строящих авиамодель во дворце пионеров, Да и мало ли ещё чего делающих, Что свойственно делать городским мальчишкам, Когда я вижу всё это, Я каждый раз вспоминаю наши Игры, увлечения, забавы, игрушки, Вспоминаю своё деревенское детство. Не может быть, думаю я, Чтобы детство, проведённое В столь разных условиях, За столь разными играми, Не сформировало и разных психологий. Но, видимо, были какие-то Большей значимости общие вещи. Может быть, школа, чтение, Ибо мы в деревне, а не в городе Играли в одного и того же Чапая. Общая Красная площадь, Общая Кремлёвская башня, Общий пионерский галстук, Общая карта Родины Со значками полезных ископаемых на ней, Общие интересы страны, Которые касались и ребятишек. Ибо позднее я обратным взглядом Увидел и понял Городское детство моих друзей Во всех тонкостях. Да, увидел со стороны и понял. Но ведь у каждого из нас В большой, подсознательной, Быть может, глубине души Лежат только наши золотые россыпи, Только наш опыт жизни. Перебираешь так вот Олепинские свои воспоминания, Ворошишь россыпи жизненного Своего опыта, И вот они замелькали Золотые искорки, Определявшиеся течением Деревенской жизни Детские забавы наши, Незаметно для нас самих Превращавшиеся в труд. Вот молодьба, например. Я сказал молодьба, И снова перед мысленным Моим взором Появился мальчишка Из золотистой страны Мальчишка, имя которого я ношу. Он бежит, постуковая палкой По балясинам встречных заборов. Я вижу его так ясно, Что мне снова хочется заговорить с ним, Услышать голос Моего прошлого. Вова, На молодьбу? Ага, Бригадир погоняльщиком назначил. Не опоздать бы. Доволен? Еще бы. Целый день на приводе кататься. Это только издали кажется Заманчивым кататься на приводе. Погоняльщик с длинным кнутом, Стягая по очереди И понукая по очереди Каждую лошадь, Сидел на приводе целый день. Ну, графчик, Графчик и шалач, Чего тут? Пальма, давай, давай! Ух, разбойники, Уснули совсем. Как дела, Вова? Ничего, только глотка вот сдала немного. Ну, Да пить хочется. А ну, давай, давай, давай! Не останавливайся! Два дня подряд Бригадир на такую работу не нарядит. Ага, А я завтра К машинисту попрошусь Пояски резать. Ну, давай, давай, графчик! А на пару кого возьмешь? Один буду. Ну, добро, Только не зевай. Нет, Ну, давай, Давай, графчик! Я действительно любил становиться на разрезание снопов Именно перед самым машинистом. И действительно любил погорячее работать. Резал один, А не с кем-нибудь вдвоем. Войдешь в ритм, Или лучше сказать, В колью работы, И режешь, Режешь Одним и тем же экономным движением Тугие соломенные пояски. И хотя едва успеваешь делать эту работу, Молодое тело, Разгоревшиеся мышцы, Хотят, Просят, Чтобы еще быстрее крутилась машина, Еще дружнее шла вся работа. А работа была веселая. Удивительно радостное охватывало чувство, Когда молодьба входила в ритм, И все 15 человек, Занятых на молодьбе, Становились как одно. И незаметно летело время, Только мелькали снопы, Только равномерно хрустела в молотилке солома. Да, так было. А теперь уж ни этих серпов, Ни поисков из соломы, Ни этих приводов, Вращаемых лошадьми, Не видно на полях вокруг села. Просто выходят на поля комбайны, Их пять в нашем колхозе, И за несколько дней делают все то, Что называлось непридуманным, Но где-то в глубине России Или в глубине народа, Рожденным словом, Страда. И еще была в моем детстве одна забава, Прочно легшая в душу Золотой крупицей жизненного опыта. Вова, 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 вставай, Завтрак пора нести. Эх, ты, глаза-то, глаза-то открой. Завтрак нести пора. Я уж и узелок приготовила. А где сегодня Кося-то? Да кто ж знает. То ли на Поповом лугу, То ли на Капустном овраге, А может, и с подуали начинать решили. Ты грубо у дома иди, Там все вроде собираются. Беги, беги, а то уйдут все. Узелок-то, узелок-то не забудь. А что там? Да будто не знаешь. Блины как водятся. До войны в нашем селе был обычай. Около шести часов утра Костцам в луга носили завтрак. А так как жены костцов, То есть наши матери, Заняты в это время стряпней, Завтрак носили дети и подростки. Село стоит на высоком-большом увале. С одной стороны подъезжаешь к нему По ровному месту. А на три другие стороны Открываются из села близкие И далекие окрестности. По самой низинке Петлеет река Ворша, А по берегам Ворши И цветут луга. Как только выйдешь Из душноватой избы на волю, Сразу дрогнет в груди Светлая радость, Неизъяснимая свежесть, Разлита по всей земле В это время. Вова, погоди, не беги так. Ну что улыбаешься? О чем думаешь? Не знаю. Хорошо. А что хорошо? Что? Все. Ну что пристал? Вот когда я буду таким как-то, Я может расскажу Или сложу песню про это. А сейчас рассказывай сам. Про что? Про меня. Про то, почему утро хорошее. Ну как про это рассказать? Может быть так? В косых лучах утреннего солнца Загораются капли росы. Если сказать, что в каждой капле горит по солнцу, Значит, ничего не сказать О сверкании росного утра. Можно, конечно, с тщательностью выписать, Как одни капли мерцают глубокой зеленью. Другие чисто кровавого цвета. Третьи матово светятся изнутри. Четвертые молочно-голубые, Пятые белые, как молоко, Но просвеченные огненной искоркой. Можно рассказать, Как луговые цветы, Просвеченные солнцем, Кидают свои цветные тени, Свою синевую или желтизну На ближайшие капельки хрустальной влаги И заставляют их быть То синими, то желтыми. Можно рассказать, Какой яркий темный след остается, Если пройти по седому росному лугу. И как красив осыпанный росой В лучах солнца Обыкновенный хвощ И многое-многое другое. Но нельзя передать на словах Того состояния души и тела, Которое охватывает человека, Когда он ранним утром идет По расистому, Цветущему лугу. Может быть, даже он не обращает Внимания на такие подробности, Как синяя или розовая роса, Или на то, как в крохотной росинке Четко виднеются еще более крохотно Отраженные ромашки, Выросшие по соседству. Но общее состояние в природе, Общее настроение Тотчас сообщается человеку, И вот передать его Невозможно. Да, ну так вот, В такое-то утро Выходили мы, растянувшись В длинную вереницу За деревню, Где открывалось нам Воршинское Замысловатое Петляние. Косари Где? Вон они, заворши! А вон мой батя! А вон и мой идиот! Вон! У него прокос широченный! Что вы думаете-то? И косаря отсюда еле видны, И лица-то не различишь, А ты прокос! Пошли скорее! Пошли! Чем ниже мы спускаемся С холма, Тем сильнее пахнет Туманом и рекой. А когда ступаем на луг, Охватывает запах Скошенный, Но еще сырой, Еще не охваченный Хотя бы самым первым Увиданием травы. Густые тяжелые волки Лежат рядами. Смотри-ка, кто идет! Пополнение прибыло! Ну-ка, что там у вас в узелках? Давайте! Эй, сосед, Что отсел так далеко? Да боязно! Вдруг у вас блины белее наших! Вов, кого? Там у вас не осталось Крутых яичек, А то, понимаешь, Соль доесть нечего! Осталось? Ну, у всех осталось! Да не про твою честь! Это малым на завтрак? Верно! Пусть ребята завтракают, А мы пока покурим! Отойдя шагов на 200-300, Мы рассаживаемся в кружок, И у нас начинается Свой завтрак! А у моего батья Прокос хорош! Широк и чистый! А мой все одно Впереди твоего идет! Ну, против Кунина Ивана Васильевича Никто не вытянет! Ну, как? Назад пойдем? Или тут останемся? Посмотрим? А чего смотреть? Бери-ка сюда, Становись! И верно! Подросла молодежь, Оперилась! Это хорошо! Ты, Борис, Становись за своим отцом! Бошка! Да! Ты за Иван Михайловичем! А я? Ты, Владимир, Вот сюда! Вот сюда! Вот так! Встали! Встали! Приготовились! Пошли! Красиво издали Глядеть на людей, Которые косы Хорошо любоваться И вблизи На умелого Ладного косца Рубаха на груди Распахнута Лицо и шея Запотели И отблески Зари Лежат на лице Хоть сейчас Пиши картину Хоть сейчас Читай вслух Знаменитые строки Развернись Плечо Раззудись Рука Ты пахни В лицо Ветер Сполотно Ты пахни в лицо Ветер с полудня Хорошо Тебе нравится? Вова, не слышишь? Нравится тебе? А? Что? Что нравится? Все Косить Облака Окрестности Видишь, как вокруг Все Не вижу Ни лугов Ни облаков Не видишь, когда косишь Как это? Совсем ничего не видишь? Желтая кось я вижу Косу вижу И траву на полшага вперед Да ты голову-то подними Попробуй-ка подними Под глаза застит Вспоминаю Все было действительно так Скажи-ка еще вот что Не мешай ты А то с разговорами Тебе отстану Смеяться будет А ну, молодежь И застревай Ноги береги Пожалуй, больше ничего не осталось В памяти от того утра Запомнилось еще Что мужики не насмешничали Над нами А были серьезны, терпеливы И я бы сказал Добродетельны Они хорошо знали Что козьба Есть самая тяжелая Физическая работа Из всех крестьянских работ Божка Божка, Мавка Ксир совета Уживей Куда это вы? Божка Живей Что? Что привезли-то? Машину В ящиках В тележках Показывать буду Погодите Машина! 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 И что я вам скажу, бабоньки? Что я вам скажу-то? Подошла подвода эта, что из города-то, к сельсовету. А на ней ящики и сундук. Слыхала я о громадной вроде ящики. И будто звери в них. Зверинец приехал. Это для чего же зверей-то в сельсовет волочить? Шопьюш, вот уж истины никакого соображения. А малые-то мои, Борис, да Бошка Грубов, да Салаухинов Владимир, прибежали, кричат, видели, видели, машина. Машина? Машина. Полчаса расспрашивала, пока добилась толку. Поняла так. Приезжий долг там всё это налаживала, и вдруг музыка. Потом какой-то мужик заговорил громко так. Потом затрещал, затрещала, и вслед за отрезком затороторил что-то не по-нашему. А приезжий-то говорит, радио это. Чего это? Да радио какое-то, радио. И всё объяснил. И сказал, чтобы все, кто хочет, приходили сегодня вечером в сельсовет. Он про радио объяснять будет, и кино покажут. И ещё сказал, что звук этот в радио по воздуху передаётся. Что это ты соседкой говоришь, просто не пойму. Звук по воздуху передаётся. Малые мои говорили. А ты в сельсовет. Приходи вечером и объяснят. Прийти-то я приду. Только как же это получается? В Москве говорят, а у нас, значит, слыхать. Да. Как ты говоришь, по земле передаётся или по проволоке? По воздуху. Иван Васильевич, по воздуху. Так-так, по воздуху. А вот ежели я сейчас уйду, ну, к примеру, в Барки, да и начну там разговаривать, передастся звук по воздуху или нет, а? И как же по воздуху звук передаётся. Держи карман шире. А Бог насажает в сундук мужиков, да и обманывает народ. Антихриста несчастный. Не могу я вам растолковать, только ребята мои так слышали. Да ты сама у него спроси, у приезжего. И спрошу, и нечего народ обманывать. И да, и спросим, нечего. А вечером в сельсовете приезжий развесил на стене простыню, велел мальчишкам крутить ручку у некой машины. О, эти первые немые кино в деревне, под неровное жужжание динамо-машины, эти крупные буквы на экране, задерживаемые подолгу, и читаемые вслух хором сразу пятью или шестью громотеями с одинаково безразличной интонацией, что бы там ни было написано. Я сейчас не могу вспомнить, как переживали олепинские жители самый первый увиденный ими фильм. Как не вспомню, о чем был этот фильм. Помню лишь всеобщий хохот, когда появилась на простыне маленькая беленькая собачонка. На другой день сундук и ящик были снова погружены на подводу. Блуждающая культурная точка, точечка яркого света, пошла блуждать дальше в потемках русских равнин, если даже равнины эти были залиты июньским солнцем. Было это в 1929 году. И так за 30 с небольшим лет пройден путь от неуклюжего сундука, возимого на лошади по деревням и селам, до собственных телевизоров в домах, которые не удивляют, не пугают, не потрясают жителей деревни, а являются обыкновенными. Как диван, никелированная кровать, шифоньер. И все дело состоит в том, чтобы поехать во Владимир и привезти. Смешон и жалок кажется неуклюжий сундук или позднее появившийся детекторный приемник перед теперешним телевизором. Но воздадим должное и сундуку, и приемнику. В течение десятилетий жители Алепина тяжелыми крестьянскими руками своими, за скорузлами от жары и мороза, не дыша, водили по кристалликам детектора хрупкими пружинками и, надев наушники, слушали хор Пятницкого, да и все остальное, что говорила, играла и пела для них Москва. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...